С 30 ноября по 17 декабря 2023 года на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета проходит 4-й Казанский международный лингвистический саммит. В прошлом году на саммит официально зарегистрировались почти 1600 участников из 65 городов России и 18 стран мира, включая страны СНГ, Индию, Италию, Израиль, Китай, Францию, США и многие другие. В рамках него проводится ряд крупных мероприятий. 14 декабря на торжественном открытии конференции перед участниками выступил советник президента Российской Федерации, председатель совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Владимир Толстой. Он отметил, что вклад Казанского федерального университета в развитие лингвистики не только в России, но и за ее пределами очень ценен и важен. А главным показателем значимости стало огромное количество поданных заявок на участие в этом саммите. Более 800. Я очень ценю усилия Казанского федерального университета, который стал действительно одним из важнейших лингвистических центров не только России, но и международного уровня. Об этом говорят и количество участников вот этой конференции. 800 человек подали заявки на участие из 20 с лишним стран. Широкое присутствие и очень высокий профессиональный уровень. Поэтому я всегда стараюсь откликаться на приглашение своих уже многолетних друзей из Казанского федерального университета. Вот сегодня я здесь с вами. В рамках саммита также состоялось множество тематических сессий, в частности русский язык и методика его преподавания, татарский и другие тюркские языки в поликультурном мире и круглый стол, посвященный педагогическим инновациям в преподавании лингвистических дисциплин. На мероприятии присутствовал президент Казанского федерального университета Рияс Минзарипов, который отметил важность проведения подобных саммитов не только на российском уровне, но и за пределами страны. Казанский международный лингвистический саммит это один из крупнейших событий в плане языка знания в России и в мире, потому что он ежегодно действительно пользуется большим авторитетом, приезжает не только наши ученые из России, но и из многих стран мира. Вот в этом году на саммит приехал представитель 20 стран зарубежных. Конец мероприятия ознаменовали выступления редакторов научных журналов, которые смогли внести свою лепту в существующие понятия о лингвистике. Сразу следом церемонии награждения победителей 7-й Всероссийской научной конференции конкурса учащихся имени Льва Толстого, Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества «Мелиха Зине» и Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние-2023». В качестве партнеров саммита выступают Министерство образования и науки Республики Татарстан, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Ассоциации учителей русского языка и литературы Российской Федерации и Национальной ассоциации преподавателей английского языка России. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.